всем известно выражение свет в конце туннеля я бы хотел бы этот это выражение чуть-чуть трансформировать и поставить вопрос другим образом если свет в конце потока подразумевают под потоком так называемый стриминг все набирающий и набирающий популярность здравствуйте дорогие друзья я алексей першко а это значит что вы в очередной раз невзирая ни на какие коронавирусы смотрите очередной сеанс на канале синекура наверняка многие из вас слышали или читали историю о неком британцы дэвиде айки достаточно известном специалисте и поклонники теории заговора который утверждал что все беды связанные с нынешней пандемией корона вируса ковид 19 связаны с 5g с развитием мобильных сетей нового поколения он основывал свои выводы на основе якобы подчеркнем не будем утверждать что это на сто процентов правда на основе некоторых исследований среди прочего он пришел к выводу что например эпидемия испанки в начале двадцатого века 8 в восемнадцатом году если быть точнее была вызвана тем что доставок европа и весь мир достаточно бурно электрифицировалась и вот появление этих электромагнитных волн изменили человеческое днк настолько что появилась вот этот вирус испанки унесшие там миллионы жизней он провел параллель между то есть он установил связь между какими-то кардинальными технологическими нововведениями и появлениями тех или иных вирусов и пандемий ну и сейчас он вот провел параллель из которой следует что 5g развитие сетей мобильных сетей 5g породила корона вирус который сейчас буйствует во всем мире главным его доказательством этой теории было то что как раз город ухань в китае который и по сей день в принципе является эпицентром эпидемии это первый китайский мегаполис в котором который полностью покрыт вот мобильной связью пятого поколения до более того дэвид дайк также утверждал что те вакцины которые сейчас разрабатываются против корона вируса будут содержать цитата нанотехнологические микрочипы благодаря которым благодаря наличию которых в крови человека вакцинированного его можно будет контролировать и даже дэвид дайк пошел дальше призывая немедленно посадить билла гейтса в тюрьму по той причине что именно гейтс является одним из крупнейших инвесторов в разработку вакцин против ковид 19 ну понятно что это выступление дэвида айка в понедельник на ютюбе ходе посмотрели порядка 65 тысяч человек но вскоре после завершения этого эфира оно было удалено самим ютюбом ну или же гуглом считайте как хотите я конечно не буду подобно дэвиду айку утверждать что стриминг ну раз мы говорим о кино об аудиовизуальных продуктах и способах его потребления то естественно надо в первую очередь обратить именно на обратить внимание именно на этот феномен я не буду утверждать что стриминг также в чем-то повинен в распространении корона вируса скорее наоборот его развитие сейчас находится на резком взлете именно благодаря тому что все мы ну все мы практически весь мир находится в жесткой в той или иной степени жесткости изоляции но я просто хочу папа фантазировать скажем так или представить попытаться представить куда же может нас завести развитие цех технологии в целом и стриминг в частности и так начнем непосредственно со стриминга поскольку все-таки канал мой посвящен кино и аудио визуаль и прочим аудио визуальным продуктом значит стриминг как мы знаем ни для кого это уже не секрет сейчас переживает бурный подъем да то есть совершенно недавно на портале кинотеатра и я размещал новость о том что в период с 14 по 16 марта в сша там количество подписчиков того же нетфликса выросло на 47 процентов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом прошлого года hbo max на 90 процентов шоу тайма на 78 процентов ну и так далее и так далее и так далее буквально сегодня в этот четверг 9 апреля дабы так сказать зафиксировать хронологически когда я пишу этот блог я на том же портале кинотеатры веи ставил другую информацию о том что у относительно молодой платформы стриминговой платформы дисней плюс которая существует не более полугода тоже наблюдается вообще просто невероятный спурт в смысле количество подписчиков да то есть если на 3 апреля на 3 апреля 3 февраля прошу прощения этого года компания дисней заявляла что у нее у ее платформы 28 6 десятых миллиона подписчиков то сейчас то есть практически всего за два месяца это количество увеличилось более чем на 21 миллион и сейчас составляет более 50 миллионов подписчиков по всему миру более того стриминг приходят самые как бы в те области в которых их его раньше было трудно себе представить ну то есть например некоторые маленькие артхаузные кинотеатры или маленькие сети артхаузных кинотеатров в сша тоже стали прибегать к подобным технологиям в то время когда они вынуждены оставаться закрытыми то есть конечно у них это происходит чуть-чуть по-другому чем вот у больших игроков то есть они предлагают всем желающим то на два-три дня линк ведущие не знаю куда-нибудь на время его предположим где выложен тот или иной фильм который гипотетически должен был бы сейчас идти в кинотеатре до стоит это порядка 12 долларов ну и собственно вот в течение двух-трех дней купившие этот линк могут там бесконечное количество раз просматривать тот или иной артхаузный фильм более того в в практике так сказать вот артхаузных кинотеатров американских ну и думается не только американских но там это очевидно наиболее развито сразу после просмотра того или иного фильма зрители перемещаются в бар при кинотеатре дабы немедленно обсудить увиденное на экране понятно что вот посмотрев фильм по предоставку купленному линку обсудить его в баре невозможно поэтому те же кинотеатры разрабатывают некие вот платформы для конференц связи там ну или же используют все тот же зум или skype ну в общем неважно да то есть они организуют некий вот некую платформу где те же люди которые вот купили линк одного и того же фильма посмотрели его имеют возможность немедленно по поводу увиденного по дискутировать и не стоит забывать о таком феномене как биохакерство то есть вы знаю наверняка слышали что уже сейчас есть не знаю сколь они многочисленны не доводилось встречать точной статистики но есть люди которые или же там занимаются модификации собственных днк и по-моему даже предлагают модифицировать эти днк любым желающим порой даже совершенно бесплатно ну и с другой стороны эти люди якобы ради улучшения качества собственной жизни вживляют в себя или же опять таки всем желающим то ли какие-то микрочипы то ли уже чуть ли не целые гаджеты к чему это я все веду спросите возможно вы а вот собственно к чему не являются ли вот эти вот проявления цифровой цивилизации скажем так как стриминг это же биохакерство подталкиванием человечества к тому состоянии которое неоднократно уже в разных модификациях описывалась или же там в лучших научно-фантастических романах вроде того же филиппа к дико и множестве научно-фантастических фильмов да ну то есть признаки какие этого будущего человечества не знаю светлого или темного тут судить не берусь просто пытаюсь беспристрастно посмотреть на эту ситуацию и сделать как высказать некие предположения но в среди признаков это что разобщенность да то есть вот сейчас как бы вот этот наш с вами вирус или вызванный ею корень им карантин как бы поставил нас заставил нас жить в некой модели будем надеяться не очень длительные пока что модели этого будущего общества да то есть мы вынужденно сидим дома мы не ходим на работу некоторые из нас дистанционно работают некоторые из нас пользуются уже не ходят в магазины даже за продуктами а пользуются некими то ли службами доставки то ли аналогичными сервисами многие из нас вынуждены общаться с со своими близкими удаленно то есть или же по мобильному или же все по тому же скайпу или же по тому же зуму или там по с использованием множества других аналогичных сервисов о чем это собственно говорит что это ведь может войти в привычку и таким образом стать неким ну привести к тому что вот разрушатся те привычные социальные связи и таким образом человечество в целом извините за пафос переместиться приобретет некие другие формы ну то есть человеческое общение да то есть мы все останемся дома ну да грубо говоря дома да и будем так и дальше продолжать именно такой образ жизни замкнутый без непосредственного контакта с себе подобными я имею ввиду физического да то есть мы не будем больше говорить один с другим без использования каких-то технических средств мы будем получать продовольствие без посещения специальных заведений мы будем зарабатывать на жизнь не выходя из дома и естественно мы будем тратить заработанное не выходя из дома не только на поддержание своего физического существования но и на развлечения для прообразом чего естественно и является тот самый стриминг конечно же у цифры в целом и у стриминга в частности есть и яростные противники даже в области кино и среди самых известных это директора двух крупнейших мировых кинофестивалей я имею ввиду каннский и венецианский да то есть директор первого из названных мною фестивалей каннского который как мы знаем из-за коронавируса перенесен с середины мая на конец июня начало июля этого года тире фремова кстати можете почитать мое интервью с ним по моему то ли два то ли три скорее три года тому назад на портале кинотеатр юэй а он жестко высказался в том смысле что каннский фестиваль или будет в этом году вообще отменен но никогда не станет цифровым как это сделали уже многие другие фестивали рангом пониже да там среди там телевизионных вспомним там серий мания тоже в той же франции на севере франции в городе лиль или же там вот фестиваль сина латино к которым я тоже недавно относительно рассказывал который проходит в тулузе и который тоже был отменен вот он как раз должен был неделю назад по идее закончатся но он был отменен но вот недавно я читал их рассылку что они обещают провести его в конце апреля но виртуально вот так что до возвращаясь назад фрима сказал что или же канны канны могут быть отменены но никогда не станут цифровыми потому что тот из-за этого будет утрачена сама душа этого мероприятия более того фрима назвал цифру и цифровые технологии в аудио визуальной сфере чем-то вроде мошенничества и кстати в этом его поддержал и альберто барбера директор другого крупнейшего фестиваля венецианского как но правда барбера находится в данном случае в более выгодной ситуации поскольку его фестиваль в этом году должен начаться 2 сентября ну да ладно это я так это лирическое отступление хотя вот лично я скорее согласен именно с тире фрима и альберто барберой кино все-таки должно оставаться неким социальным экспириенсом социальным переживанием совместным переживанием нескольких людей пусть их будет всего лишь там два или три но в зале они перед плазмой какого дома при этом какого бы размера плазма не было это не влияет на качество восприятие кино и никогда не создаст вот тот самый социальный опыт каковым является кинематограф в классическом своем понимании вот и завершая в очередной раз задамся вопросом и призову вас подумать над тем же самым станет ли коронавирус тем агентом или как это говорится ажан провокатуер по-французски да то есть тем вот поводом тем толчком который приведет к ускорению развития стримингу и соответственно к смерти кинематографа в старом его понимание в смысле восприятие способа потребления этого кинематографа или же что касается украины то наши кинотеатры спасал спасутся именно благодаря тому что мы с вами в своем большинстве в силу тех или иных причин остаемся где-то на обочине основных культурных технологических и прочих трендов и брендов так что подумайте если свет в конце потока на всем закругляюсь пока